И всем привет, ребят, с вами Стервайка, и сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему долгожданному, ну, мог бы я, конечно, сказать, открытию контейнеров, но долгожданному игровому видосу, с новым устройством, которое у нас сегодня вышло, это испепилятор, устройство на твинс, которое дает поджог вашим твинсингам, и у нас уже анонсировано то, что у нас будет много новых устройств на твинс, и оглушение, и всякие там пробития и прочие вещи, да, но первое устройство, которое у нас появляется, это появилось устройство на поджог, и сегодня вместе с вами мы его протестируем, посмотрим, насколько эффективно оно работает, я думаю, что мы два боя играть не будем, сыграем только одну каточку, стандартную, дефолтную, цепешечку, и понадеемся на то, что у нас получится показать на этом устройстве хороший результат, ну, и вообще посмотрим, как оно работает, и насколько жесткий поджог срабатывает, поэтому переходим непосредственно к выбору вооружения, я думаю, что лучше всего подойдет, ну, давайте паладина, давайте паладина, давайте паладина возьмем, паладин будет интересно смотреться, возьмем, ой, 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 я не там, я на другом аккаунте начал вооружение менять зачем-то, так, давайте возьмем паладина, паладина с чем мы можем здесь взять, ну, давайте пусть будет иммунитет от Эмми, берем твинса, и берем новое устройство из пепелятора, по дроном, конечно же, я беру бустера, бустер максимально четко подходит под такие каточки, и я надеюсь на то, что нас сейчас закинет на не самую большую карту, пикаем мы контроль точек, и смотрим, смотрим, что у нас сейчас будет вместе с вами получаться, я так смотрю, что у меня чуть-чуть здесь по экрану есть небольшое смещение, сейчас я его попробую быстренько подфиксить, почему она у меня не фиксится, сейчас попробуем, или что, о, о, подфиксил, вроде как, или нет, да, вроде подфиксил, вроде подфиксил, так, ну что, смотрим на нового жесткого твинса, должен быть поджог, дайте мне поджогу, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, офигеть, одним шариком, настолько жестко, а, он на критах, да, я так понимаю, поджигает, да, на критах, ё-моё, это очень прикольно, это очень прикольно, на критах иметь такой поджог на твинсе, но он, я так понимаю, очень сильно смахивает на тяжелый плазмомет, да, то есть, по тому, как он себя ведет, я так понимаю, что это что-то схожее с тяжелым плазмометом, но поджигает, не кисло, и карта нас тоже закинула очень удачно, ну, что я вам могу сказать, прикольно, прикольно, дополнительного урона, я так понимаю, здесь нету, ну, если сравнить, например, этот твинс с тяжелым плазмометом, то, наверное, если у противника нету иммунитетов от поджога и защиты от поджога, то это будет устройство намного актуальнее, епте, смотрите, поскольку, поскольку, а, быстро как-то поджог снялся, то есть, там, 460, это 200 урона сверху там нанеслось два раза, да, и быстро этот поджог слетел, то есть, надо как-то еще разогревать нормально, да, типов? А, ну, нормально, 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 дополнительный такой урончик на твинсе имеешь, а против нету, да, а, есть одна защита от поджога и все, но против резистов, например, такая тема очень эффективно работает, хаваешь просто моментально практически, жестко, 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 нифига себе, я хотел бы себе это устройство на основочку, на основочку, прямо сейчас бы, вот это бы устройство, по 150-ке, да, нормально, там два раза по 150-ке дает сверху, интересно, интересно, я думал, знаете, я думал, что я возьму, и оно даже не будет чувствоваться, что есть какой-то поджог, у меня вот было такое ощущение, что я прямо возьму, и поджога как будто не будет, а здесь, да, очень неплохо поджигает, работа видна, и фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, пожарчик, и у нас нормально залетает, 15-2 видео, 220 очков, уже 12 киллов у меня в катке, ну да, если бы я бы сравнивал, наверное, тяжелый плазмомет и этот твинс, то мне кажется, что этот твинс будет поинтересней на данный период времени, но тяжелый плазмомет после нерфа еще, тяжелый плазмометик после нерфа такой себе, а вот эта тема интересно смотрится, интересно, у нас играет еще охотник со мной, страйкер, заодно и посмотрим, сколько сумеет набить этот страйкер с охотником, и сколько сумею я набить силов в этой катке, похоже, у нас здесь тоже будет досрочка еще, ой, я их не успел, я откатится, но поджог успел нанести, бэм, каждым критом, каждым критом, сколько критов на твинсе, твинса, критов, криты очень часто вылетают, это может очень жестко бустить, ну и против резистов, вы понимаете, что будет против резистов, вы видите, как залетает поджог, и типы, хоть и с резистом от твинса, но они за счет просто поджога улетают на респ намного быстрее, прям намного в разы быстрее, и это дает возможность даже не менять пушку, даже не менять пушку, То есть у тебя есть поджог, и даже против резиста ты накидываешь некислый урон. Главное, чтобы этот поджог почаще вылетал у тебя. Если почаще вылетает, то там можно и не просто чуть-чуть поджечь оппонента. А если у тебя, например, два подряд будет крита, то ты его сразу можешь накалить, оставить, и он там сам дотечет по тихой грузточке. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Не ожидал я, честно говоря, увидеть такие устройства. Но я сегодня вообще просто даже так зашел. Ну, я на тесте ни на каком не был, не тестил эти все устройства. Я слышал только один раз, что говорили, что появятся новые устройства на твинса, что будет оглушение, что будет пробитие. Но насчет поджога, ну, в принципе, это логично, что он тоже должен был появиться. Но я как-то особо сильно не задумывался, да. И сейчас я вижу, что устройство прикольное, прикольное, прикольное. Как минимум прикольное. Смотрится достойно, достойно. Давайте постараемся, что ли, досрочку оформить. Если оформим досрочку, то будет вообще шикарно. Будет бомбически. Будет бомбически. 460 очков, 20 килов. Трайкер до сих пор идет за мной неплохо по очкам, но... Но, 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 но... Это твинс. Это твинс. И твинс против... Хоть и даже... Ну ладно, окей, там резисты есть, нету. Ну, посмотрим, что будет под конец каточки. Но это все идет, конечно, к досрочке. Но смотрится интереснее, чем тяжелый плазмолёт. Это точно факт. Он сейчас за счет поджога, типа, уничтожил. 500 очков за 5,5 минут. Ну, вроде как неплохо для 6х6. Вроде как неплохой результат. Не сказать, что, конечно, супер бомбический. Но если, например, сравнивать фреза, ой, фреза, говорю, молотом с заморозкой, да? Если сравнивать молотом с заморозкой, ну вот из нового, да, устройств, которые относительно недавно вышли. Да, то есть, такое устройство себя показывает интересно, 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 интересно. Опа, иммунитет от поджога у противника. Подъехал. Подъехал иммунитетик от поджога. Ну, ладно, ничего страшного, сейчас мы попробуем насуетить тут по-быстрому типочков. Еще одного унес. Так, овердрайв прожимаем. Попробуем забирать. И еще этого забрать. Ой, супер шикарно. Сразу и поджог, и сразу и пробитие ему в эту голову. Блин, ну это крутая тема. То есть, на ближней дистанции так же само примерно работает. Короче, по расстоянию, примерно как тяжелый плазмомет. Только здесь у тебя не шарики с повышенным уроном, а у тебя есть просто возможность поджога оппонента. Но единственное, чем оно контрится, это вот иммунитетом от поджога. Да, иммунитетом от поджога оно контрится. Ну и защита от поджога, соответственно, да. Если в бою нету ни иммунитет от поджога, ни защиты от поджога, то будет очень круто и интересно смотреться. Подобного рода устройство. Противник старается выигрывать даже каточку. Не сдается. Не сдается. Мы теряем даже три точки, при том, что их пять на карте. Их пять на карте, мы теряем три точки. Как это вообще работает, объясните мне, пожалуйста. Как мы можем в таком бою терять три точки? Давайте забираем. Забираем, 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 забираем. Оп. Давай, давай, давай. Оп. Забираем сейчас право, левую. Стралочку у нас опять забирают. Но не есть хорошо, что мы так точки отдаем. Это не есть хорошо. У меня аж подлагнуло даже. У меня аж подлагнуло! От таких... Отборов противника точек. Неприятненько. Неприятненько. Ну ладно, пробуем. Пробуем, пробуем. Пробуем наваливать. Накидочку плотненькую оформляем. Оп. Ну что я могу сказать? Ну что я могу сказать? Мне нравится. Мне нравится! То есть я никогда раньше на таких подобных устройствах не катал. И такого ничего даже не видел. Смотрится интересно. Интересно. Единственное только то, что мы катку не тянем. Это, конечно, беда. Если бы мы еще при этом каточку выигрывали. Было бы вообще прекрасно. Было бы даже не то, что прекрасно. Было бы бомбически. Так, хорошо, что сейчас Тантер прожал овер впустую. Но мы уже начинаем проигрывать бой. Как мы можем проигрывать бой? Объясните мне, пожалуйста, как мы можем проигрывать эту катку? Эта катка не проигрывается. Давайте наносим урон. Наносим, наносим. О, он снял иммунитет от поджога. У меня начал работать мой замечательный Твинс начал работать. Это хорошо. Это очень хорошо. Я не знаю, почему он снял его. Наверное, он подумал, что у меня нет. А, кстати, самоурон есть? Надо проверить, самоурон есть у этого Твинса. А если у этого Твинса еще нет самоурона, то это вообще крутая тема. Это прям вообще бомбочка. Проверяем. Там там здесь 0 урона. Ой-ой-ой-ой-ой, больно. Ладно, хорошо. Вопросов больше не имею. По этому поводу. Больновастенько, больновастенько себя выносит. Так, на 34 кила. 34 кила. Не сказать, что много, конечно. Не сказать, что много. Ну, и не сказать, что плохо идет. Идет относительно того, что я имею в этой катке. Идет очень даже прекрасно. Мне, ну, прям, прям так. По кондициям, по тому, что получается, насколько много урона наносится. Я бы сказал, что неплохое устройство. Да, то есть, уверен, что оно наносит больше, чем тяжелый нынешний плазмомет. Я уже не знаю, сколько раз я это сказал. Но это, наверное, единственное устройство, которое можно сейчас сравнивать с вот этим вот устройством. Я уже даже, честно говоря, забыл, как оно называется. Ну, будет просто Твинс с поджогом, да. То есть, там название какое-то сложное. Поэтому просто обычный Твинс с поджогом. Но мы катку сливаем. Мы катку сливаем. Против, кстати, вон, играет Добрая Диана. И она играет на тяжелом плазмометике. Я играю, в свою очередь, с поджогом. И по дистанции тоже, мне кажется, есть некое преимущество у этого устройства. Ну, надо, конечно, по цифрам там смотреть. Но это так, чисто на практике. Без теоретических каких-то моментов. Если мы просто смотрим. Почему у меня были все криты, только я не понял. Как это я по типу наносил все критические выстрелы. Когда у него был тоже овердрайв. Байону под паладином, под овердрайвом, конечно. Очень прекрасно смотрится. Критов тоже много. Тысячу очков дал. Тысячу очков, и у нас еще 3 минуты. Ну, здесь где-то, наверное, до 50 килов я сумею дотянуться. Если сумею дотянуться, то будет хороший результатик. Порушечь не буду, результатик. Давай, 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 давай. Оп. Что еще? Целили меня, к сожалению. Но мы выигрываем! Мы выигрываем. И у меня уже ходят по очкам. Блин, я вот, знаете, хвалю-хвалю твинца. Меня по очкам-то ходят. Значит, не так уж и прекрасно все идет. Как мне кажется. Ну, по ощущениям неплохо вроде как. Интересно. Смотрится. Может, это и не такая пушка и эмба. Может, это все только по ощущениям так прекрасно. А на самом деле... Пуфил. Что вы думаете, друзья, по этому поводу? Отпишите в комментариях. Единственный способ. Как вы меня сможете в этом плане переубедить и сказать, что это? Что это все иллюзия? На самом деле этот твинц не такой уж и жесткий. Но когда поджог залетает, прекрасный урон. Прекрасный. Вот пока поджога нету, пока нет критов. Ну, такое, 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 такое. Неприятненько, неприятненько. Чувствуется, что чего-то не хватает. Как только первый поджог, оно сразу интересно смотрится. Ну, и это контра против резиста. То есть, это реальная контра против резиста. Она контрит резист, и это факт. Это факт. И факт еще один. Это то, что мы проиграли эту катку. Это тоже факт. Но как можно такие бои вообще сливать? Я не знаю. Мне казалось в моменте, что это вообще не сливаемая катка. Ее вообще невозможно проиграть. У нас такое хорошее начало было. Мы так жестко контролировали противника. Все получалось. А по итогу? А по итогу мы еще и проигрываем с досрочкой в сторону противника. Да? Или нет? Не, ну хоть давайте хоть без досрочки. Это вообще прям позорно будет. Если еще есть досрочка в сторону противника. Ой, да, все. Габелла. Но я набил 1200 очков. 50 килов. Для такой катки, ну, наверное, неплохой результат. Мне лично понравилось это устройство. Хоть я и не сказал бы, что оно прям сверх какое-то жесткое и имбовое. Но не сверх жесткое и имбовое. Но так, в принципе, интересно. Ну, чисто на первый взгляд, на первую катку. И против резистов тоже этот испепилятор работает неплохо. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Что вы думаете по поводу этого устройства. Возможно, у кого-то из вас оно уже есть и вы протестировали. Интересно было бы узнать ваше мнение тоже. Поддерживайте видос лайка. Подписывайтесь, друзья, на канал, если еще не подписаны. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok